Новый предмет, новые аниме скины, еще один мифический ранг и наши любимые. Экспериментальные изменения, все это в патче 1.7.84 на тестовом сервере. Всем привет, это Бостон. В этом патче Мунтона также переосмысливают похищение жизни. Теперь будет спеллвамп, похищение жизни и гибридное похищение жизни. Что это значит и как работает, сейчас разберемся. Спеллвамп также как и раньше будет давать похищение жизни от любых навыков, магического и физического типа. Похищение жизни будет давать похищение вражеского хп только с автоатак. Считаются и магические и физические автоатаки. Гибридное похищение жизни это 2 в 1. И похищение жизни с автоатак и спеллвамп, то есть с гибридным лайфстилом мы будем воровать хп врага с любых источников урона. С одной стороны ничего нового, но с другой теперь механика похищения жизни стала немного упорядоченней. Тебя тоже задалбывают непонятные звонки с неизвестных номеров или периодические звонки от мошенников? Уверен, что да. Поэтому подключай Тинькофф Мобайл, особенно если уже пользуешься картой этого банка, так как связь будет еще выгодней. Ассистент Олег распознает и блокирует все спам-звонки и подвыбешивает мошенников. Плюс при оформлении сим-карты сейчас ты получишь шанс выиграть 14 айфон на 256 гигабайт. Для этого оформляй сим-карту до 16 июня и пополни баланс на 300 рублей. Ссылочка на оформление защищенной связи от Тинькофф в описании к видео. Переходим к изменениям по героям. Тут тоже много всего интересного, в том числе наши любимые экспериментальные изменения. Новому стрелку Икси убирают возможность критовать пассивкой. И миньоны больше не будут давать отхила с пассивки вообще. Написано, что отхил будет основываться на ее лайфстиле, но я что-то не заметил. В компенсацию ей сделали отталкивание на втором навыке. Это очень удобно, так как позволит герою защищаться от бойцов и ассасинов. Вейл получил экспериментальные изменения. Хотя я бы сказал, что эти изменения не экспериментальные, а просто странные. Мунтоне попытались соединить вариации его навыков. То есть Вейл больше не может выбирать эффект навыка. Вместо этого, например, второй скилл будет одновременно и подбрасывать врагов, и наносить периодический урон на месте. Причем, если попытаться пройти через этот вихрь, то герой будет подброшен. А первый навык теперь будет всегда бить по большой площади. Ну а перезарядка будет ощутимо снижаться с уровнем прокачки скилла. В общем, он работает, как будто мы взяли синюю вариацию навыка. И ультимейт теперь всегда будет стягивать врагов в центр и наносить высокий урон. Интересное изменение, но сомневаюсь, что Мунтоне решатся на настолько неоднозначные изменения Вейла. Так что я бы особо не расстраивался, что Вейла существенно поменяют. Горду увеличивают лайфстил на втором навыке с 50 до 100%. И немного увеличили область навыка, чтобы он совпадал по дальности с ультимейтом. А на ульте просто пофиксили отображение индикатора. В этом патче Мунтоне решили пройтись по всем олдовым магам. И Валиру существенно усилили пассивку. До этого она наносила 0,6% урона, а теперь будет наносить 1,2% от максимального хп врага. Первый навык будет получать 100% лайфстила вместо 80. И так же, как и на Ксавьере, когда Валир будет атаковать лорда или черепаху, будут возвращаться заряды на этом навыке. На втором навыке так же немного подрос лайфстил с 40 до 50%. Чане. И тут опять экспериментальные изменения. Ей увеличили скорость полета снарядов на первом навыке. А на втором скиле так же немного увеличили скорость полета снарядов. И теперь навык будет уменьшать свою перезарядку, когда герой наносит магический урон. И по ощущениям это имба. Руби наконец-то бафают, но не слишком сильно. Теперь все навыки будут получать 125% спеллвампа вместо 115. А лукарду на пассивке убрали 50% спеллвамп с физического похищения жизни при использовании навыков. Ульта давала от 40 до 60% физического лайфстила, будет давать от 28 до 40% гибридного похищения жизни. То есть под ультой лайфстил от навыков немного вырастет, а с автоатак уменьшится. И без ульты навыки не будут вампирить совсем. Если, конечно, только не собрать спеллвамп. Похоже на серьезный нерв героя. Надеюсь, отбалансирует в будущем. Сильване скорректировали похищение жизни на всех навыках и ульте. Забавно, что в начале мунтоны сказали, что лайфстил это похищение жизни с автоатак, а спеллвамп от скиллов. Но при этом у Сильваны на скиллах увеличился именно лайфстил. Хотя, по идее, на скиллах должен увеличиваться спеллвамп. Возможно, я пока чего-то не понимаю. В любом случае, все навыки будут получать 100% от лайфстила. А ульта теперь будет давать меньше лайфстила, чем раньше. Было 80-120%, стало от 40 до 60. Беатрис. Ульта больше не дает 25% физического похищения жизни. Теперь на ней от 0 до 50% лайфстила. Опять же, мне непонятно, почему лайфстила, а не спеллвамп. И где вообще на ее скиллах прописан спеллвамп. В описании ничего не нашел. Такие дела. Возможно, первое время на тестовом у меня будет какая-то путаница с лайфстилом, спеллвампом. Но обещаю разобраться. Мия тоже дает экспериментальные изменения. Мунтоны говорят, что осколки стрелы на втором навыке почти бесполезны. Поэтому их убрали совсем, но взамен увеличили урон с этого навыка. Был 120-240, плюс 45% от физической атаки. Стал 270-570, плюс 135% от физической атаки героя. Кроме этого, радиус навыка и скорость каста увеличили для облегчения попадания. Эйдори ускорили каст всех навыков. И Бадангу уменьшили длительность оглушения на пассивке с 0,8 секунды до 0,5 секунды. И это печально. Бенедетту и Ретель вернули к их параметрам на основном сервере. Новый предмет снаряжения Старлиумовая коса или Старлиумовая коса. Фиг его разберет. Она появилась сразу вместо двух предметов. Касой бедствия и парных теневых клинков. Этот предмет будет чем-то средним между парными теневыми клинками и косой бедствия. У него убрали ману и добавили 8% гибридного вампиризма. Стоимость косы также увеличилась. Была 1950, стала 2220 голды. Пассивка теперь будет наносить 100 плюс 100% магической силы урона вместо 120% урона от магической силы героя. На концентрированной энергии сделали 20% свелл вамп вместо 25% магического лайфстила. Но теперь концентрированная энергия будет магическим аналогом топора войны. После нанесения урона с навыков магическая сила начнет расти на 5 единиц каждую секунду, а на максимальных зарядах магическая сила увеличится на 12%. Райскому перу добавили 10% лайфстил, Бесконечной битве поменяли 10% физического лайфстила на 8% гибридного и Загадочному сосуду уменьшили спелл вамп с 10% до 8%. Кроме этого немного откорректировали эмблемы. Кровавому першесу увеличили с лайфстил с 5% до 6%, а опытному охотнику снизили урон по лесным крипам с 20% до 15%. Также по эмблемам Мунтона воспользовались помощью про-игроков, чтобы составить максимально эффективные сетапы для каждого героя. Переходим к инфоблоку. Еще один новый мифический ранг появится в следующем обновлении. До него доберутся, похоже, только кибер-катлеты. Легендарка на Люнокс уже на низком старте. Вместе с ней появится новая рамка аватара. Сразу два скина на Фрамиса к летнему фестивалю и первый мифический скин, за который пока еще идет голосование. Концепты эпического скина на Тризлу. И концепты спешл скина на Лилию. Готовятся анимескины на Кагуру, Эдит и Ксавьера. Не просто анимескины, а анимескины в стиле легендарной студии Гибли. Наверняка ты смотрел Ходячий замок или Унесенная призраками. Если нет, то бегом смотреть эти шедевры, а если да, то по-любому захочешь купить один из этих скинов. Эх, опять очередную почку нужно будет готовить к продаже. В мобле к старту следующего сезона готовят новое событие, которое будет связано с Эрудитио. Будет достаточно много новых персонажей, и возможно некоторые из них впоследствии станут игровыми героями, а может и нет. Пока неизвестно. Еще один новый герой, похоже, совсем скоро выйдет на тестовом сервере. Пока некоторое представление о нем можно получить в форме глу и без эффектов навыков. Первый скилл это оглушение на большом расстоянии, типа как Франко, только враг не притягивается. Вторым скиллом можно будет меняться местами с противником. Выглядит немного дисбалансно, особенно если противников затаскивать под свою вышку. И ультимейт должен подбрасывать врагов на большой площади перед героем. То есть это будет еще один танк, чем-то похожий на Франко. Но посмотрим, что выйдет в финальном варианте. Следующий стрим на канале в субботу в 19.30. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok